Всем привет, друзья, меня зовут Антон, и я продолжаю играть в игрушку The Elder Scrolls Skyrim. Да-да, друзья, вам не послушать Skyrim, и это продолжение третья часть. И сейчас мне нужно встретиться с некой персоной, вместе с которой мы пойдем охотиться на дракона, который завелся здесь, вблизи Вайтрана. Так вот, вооружился я двемерским луком, это пока не лучший лук, который есть на данный момент у меня на начало игры, закупил двемерских лук. Также у меня есть обычный имперский лук и стальные и железные стрелы, но это уже на такой, на крайний-крайний случай. Итак, ребзя. Вот такой у меня красавчик, короче, пока месь, я тебя слепила из того, что было. Итак. Так, найти уцелевших, нужно понять, с чем мы имеем дело. Насколько я помню, то мне нужно как раз идти в башню. Он до сих пор где-то здесь. Он схватил Хроки и Тора, когда они бросились бежать. Хорошо. Они нас кинули. Вон он возвращается. Так. Вон он возвращается. Это вообще не может не радовать. Отлично. Убить дракона. Окей. Да твою ж-то мать, куда ж ты там, блядь, сел? О, вот это я в него попал. Это хорошо. Хорошо. Давайте, давайте, гасите его. Хорошо. Давай, вылетай. Хой! А. Это я упал. Так, окей, где там он, где он? Ну, какого хера ты аж там сел? Хорошо. 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 Так. Так. иди сюда блять давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай фух и кричал он мне давакин нет мир молнир дракона звали так драконья кость надо обязательно драконья чешуя тоже обязательно двумерские стрелы броня стража вайтрана не хочу стальная стрела меховые сапои и шлем стражника вайтрана забрал я душу дракона да из раздела крики в меню магии выберите крик безжалостная сила да это было круто так теперь надо вернуться вайтран и рассказать ярлу какой я крутой молодец как все произошло очень быстро и круто для того чтобы убить дракона воу это че же хер была непонятная по-немножку буду развиваться будет по-немножку дальше уже конечно лучше шмот чем сейчас что то мне казалось тогда когда я играл первый раз за норда я как-то стрелой смог поразить дракона сверху на самом деле оказывается не так все просто как казалось бы давай будем базарить братан там был дракон вопросов нет это был великий подвиг ты заслуживаешь место среди героев вайтрана но здесь кроется нечто больше не произошло ли чего то странного когда умер дракон тебе уже что тебе уже кто то рассказал седобородые действительно призывали тебя значит щас я буду идти к седобородым пути голоса они живут в уединении на склонах глотки мира так чё эти седобороды от меня хотят даром голоса способностью направлять жизненную энергию в туум или крик если ты воистину давакин они смогут научить тебя использовать твой дар ты слышал призыв что еще это могло означать седобородые ты помнишь тот ужасный грохот по дороге вайтран это был голос седобородых что призывал тебя на высоких ротах не случалось уже по меньшей мере несколько веков последний раз призыв получил сам тай персептим еще в бытность свою талосом отморским Ронгер успокойся какое отношение ваши нордские бредни имеют к современности наш друг конечно молодец но он определенно не какой то там дуракин нордские бредни ах ты надутый невежа да это же наши священные традиции мы блюдем их со дня основания первой империи Далагин я нарекаю тебя таном вайтрана это величайшая честь я назначаю лидию твоим личным кускарлом а это оружие из моей оружии будет символом твоего звания я также сообщу страже о твоем новом титуле мы же не хотим чтобы они думали будто ты исчерни верно? да конечно так что он мне подарил это оружие топор владения вайтраном окей простите не хотел никого окей так теперь я так понимаю мне надо тулить да тулить мне надо к седобородым а это будет ой какой недолг точнее нелегкий путь поэтому друзьяшки секундочкой вас ну что друзья вот секундочка и прошла поднялся я в высокий хродгар к седобородым сейчас только думал утонуть сундучочек мне еще и не в эту дверку в общем сейчас будем учиться у седобородых криком так на переломе эпох в мире появляется давакин сперва давай проверим что ты действительно давакин дай нам оценить твой голос применить че действие легко да теперь ты полностью понял что я давакин да теперь ты полностью понял что я давакин я говорю о имени седобородых теперь скажи мне давакин почему ты здесь мы рады приветствовать тебя на высоком хродгаре мы приложим все силы чтобы научить тебя использовать свой дан чтобы кричать нормально твоя судьба со временем откроется тебе мы можем показать тебе вкус но не конечную цель мы хотим наставлять тебя на этом пути ибо и до тебя седобороды всегда стремились наставлять тем в ком течет кровь дракона до тебя были другие с тех пор как Акадош дал этот дар смертным многие были награждены кровью дракона есть ли другие драконорожденные ныне это нам неведомо пока мы смогли найти только тебя это все что я могу сказать остался только я то вы что это за место последователи пути голоса ты стоишь на высоком хродгаре на склонах священной горы кедая здесь мы говорим с голосом неба и пытаемся достичь равновесия между внутренним миром и внешним окей я хочу учиться давай давай учиться у тебя есть врожденный дар но хватит ли тебе воли и характера конечно хватит пойти по пути который перед тобой открывается это еще предстоит убедить даже без подготовки ты уже обращаешь свой голос в ту то есть крик а теперь посмотрим как ты любишь и умеешь учиться когда ты используешь крик ты говоришь на языке дракона рог дает тебе врожденную способность изучать слова силы все крики состоят из трех слов силы каждый раз когда ты обладеваешь словом мой крик становится сильнее мастер эйнар научит тебя ну хватит уже трындеть давай я хочу питомца просто после седобородых можно уже будет идти за питомцем вот я себе хочу питомца это просто капец но питомца я возьму уже в следующей серии которая будет отведена именно этому квесту так окей очередной слоган я выучил давай еще раз хэ exception хэээээ чтобы воплотить его криком нужно постичь его скмысл достоянную правду именно так выключали крик ты, ежи, да t'акен можешь накрепую поглощать силы и знания сраженных драаконов при посвящении мастер эйна позволит тебе почерпнуть его знании Да почерпнул я знания великого магистра Эйнарта. Ну. Ну. Где, где на ком мне ее демонстрировать? Нах- А нечего possono? Ну. ну так давай еще ну давай еще раз еще раз я тебе сказал все огонь ступай так пошли мастер боря во двор так во двор во двор так во двор ой то ли через порталы какие то то ли что то я уже и не помню так и в в в в в в в в в про м в 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 не вы в мастер булькар покажет тебе стремительный рывок давай легко ну все огонь давай после дальше разговаривать про обучение а способностей боги не просто и Тебе это так, теперь тебе предстоит последний госпиталь. Дадусь рог Юргена-призывателя ветра, нашего основателя из его гробницы в древнем Устенгреле. Не сходи с пути голоса, и ты возвратишься. Окей. Так, добыть, 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 добыть. Давай добудем. Чё надо добыть. И так. Ого. Да, добыть рог это жёстко. У меня не открыто ничего. Хорошо, Вайтран в конюшне, а затем Морфал. Так, извозчик. Я могу отвезти тебя в столицу любого владения. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчалив. Давай, Морфал, поехали. Добыл рог на рыжий герое. И так, мы в Морфале. А тут что-то уже непонятки творятся, и этот перец идёт стопудово. А, нет, не ко мне. Ну что ж, друзья, ладно, на этом закончим пока третью серию. В следующей серии мы добудем всё-таки эту реликвию, которую нас попросили все добородые. И только потом я побегу себе за новым питомцем. Это была игрушка The Elder Scrolls Skyrim. Это был Антон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока-пока.